Девушки отдыхают Это выдох удовольствия Вот такой он у тебя Наконец-то Свершилось Ну что, в итоге он у тебя был классный Какие у тебя такие вехи основные Твоих достижений в 23-м? Самое важное Это то, что я снова вернулась в музыку И очень серьезно Как можно уйти из музыки, во-первых? У меня очень часто, знаешь, это получалось так Я уходила И музыка меня возвращала И вот как-то так получалось, что музыка именно меня возвращала Не я сама А вот как-то так мне говорили События, давай-ка ты Возвращайся к тому, что любишь по-настоящему А вот ладно, хорошо Когда уходила, чем занималась? Пыталась себя в чем-то другом искать Ну так давай-ка, что за тема были? Вот после группы пыталась Визажистом даже быть Опа! Да! Давай-ка мы сначала людям скажем А что за группа такая? Такая вот ронетки была Такая группа! Я думаю, миллион, миллиард человек, конечно, смотрели Я думаю, примерно миллион, миллиардов вопросов тебе задают каждый раз Очень, очень много Скажи, тебе не надоело еще? Ну ты знаешь, честно сказать, надоело Потому что уже прошло очень много времени И мне кажется, все вопросы уже исчерпаны 200 раз И нужно уже продолжать двигаться А когда ты возвращаешься назад Ты, можно сказать, топчешься или буксуешь Вот такое ощущение Поэтому хочется идти вперед И делать что-то новое Что, собственно, я и делаю сейчас Это правильно Итак, ты пыталась быть визажистом И визажистом, и в кино снималась И преподавала барабаны Был такой период Не лучший момент И не лучший период, хочу сказать И потом я снова вернулась в творчество И поняла, что я без него не могу Музыку надо писать Песни писать И снимать Вот это мое Да, но это правильно У тебя же еще и блогерство было И было блогерство И сейчас в целом оно так тонкой нитью Да, как бы прошивается в моем творчестве Но, конечно, приоритет это музыка Это правильно У тебя, насколько я знаю Огромный багаж знаний Насчет музыкальных инструментов Ты много на чем умеешь играть А ну-ка, давай пальцы загибать Так, аккордеон Опа Это самый первый инструмент Ага Ты сейчас что-нибудь можешь Мне кажется, что-то смогу сыграть Если так чуть-чуть вспомнить Так, есть Потом пиано 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 есть Это Пианино Музыкальный инструмент Да, фото пиано Или как вечерочком Раз И немножко пиано Пиано Не-не-не Это инструмент Есть-есть-есть Далее у нас идет гитара Барабаны Соответственно И все Да, ну если бы у тебя было сколько, получается Восемь рук ты бы могла И что-нибудь Да, спокойно вообще Одним человеком заменять Целую группу Да Сейчас ты в чем-то практикуешься из этого Или больше поешь? Барабаны Вернулась к ним Потому что я прям чувствую такой драйв Когда за ними сажусь Да, но Мне кажется, это нормальное кардио Можно зал заменять Кардио вообще пешеное Правда Я вот смотришь Обычно люди поют На сцене один Там весь в зале Человек-бассейн Из него все вот так Брызги какие-то в разные стороны Барабаны Я считаю, это вообще Ритм всей музыки Ну, как бы это логично Ну, это правильно, конечно Она собирает Собирает и направляет Да, энергетика Вот И наша энергетика тоже Видишь, что-то немножко Немножко потухло в зале Потому что нам надо музыку слушать Соответственно, пишем прямо сейчас Потом вернемся И никуда не уходим, ребят Ну что, ребят Классный, кстати, трек У нас только что звучал Клоус Нравился мне в свое время Но у нас не про эту работу разговор У нас Ньюта в гостях Вот она сидит Всем привет Да-да Немножко Неважно какой Фабрик Неважно какой И помнишь Детейл Да-да Это видео Привет-привет Спасибо, что пришла Ну что Опять же Смотрел соцсеть Как раз мы с тобой Вот только что говорили Об этом за эфиром И ты там, значит Ездила отдыхать И говорила Ребят, не доводите себя До выгорания Да Ездить отдыхать В тот момент Когда это нужно А как можно поймать В тот момент Когда это нужно Потому что обычный такой О, а уже поздно По-моему, так это работает Разве нет? Мне кажется, у нас у всех Вот такая Какая-то привычка Что нужно ехать Отдыхать Когда ты уже прям совсем Не можешь действовать Да, это вообще большая ошибка Нужно Вот вы чувствуете Что чуть-чуть подустало Чуть-чуть Вот как-то Депрессивное настроение Как-то накрывает Почаще Как будто бы И вот в этот момент Стоит перезагрузиться Сто процентов Да, я думаю Сейчас люди Которые вот нас слушают Они такие То есть каждый день Надо ездить То есть вообще Никогда на работу Не ходить Я думаю Там у людей Любой понедельник Это Боже мой Да Вот такое состояние Немножко Могу понять Честно говоря Могу понять Мне мама всегда говорила Хорошо работает тот Кто хорошо отдыхает Кстати Очень мудрое Мудрое решение Отдыхать нужно хорошо Это правильно Смотри Ну раз уж мы с тобой Про вгорание Сколько раз у тебя было Состояние Когда ты хотела Вот бросить все И начать что-то другое делать Очень часто Да Вчера Сегодня Ты знаешь Вот последний год Этого не было Слава богу Это отлично Да Но до этого Очень часто Такое состояние приходило И я не знала Что с этим делать Но ты много что пробовала Да Интересно Если бы тебе сейчас Вот сказали Чем-нибудь другим заняться Что бы ты Что бы ты попробовала Я думаю Если бы я Не была в музыке Я была бы в спорте Однозначно Да А ну-ка 30 отжима Или что В каком спорте Я не знаю Меня всегда Завлекало Фигурное катание Потом Синхронное плавание Да И плавание Я кстати могу Если только второй человек Тоже тонет Потому что Я только так Ты посинхронно тону Отлично Очень позитивно Очень плохо плаваю Если честно Была однажды история Девушка Почему я рассказываю историю Неважно Мы встречались с девушкой И мы что-то купались Я такой смотри Сейчас приплыву Плыву И наполовину понимаешь Что все Не могу Ничего больше Обратно плыл Еле выплыл Не знаю Какое впечатление произвел Я люблю плавать Человек Которого надо выручать А ты вот можешь Да Да Я люблю воду Люблю плавать И мне кажется Вот синхронное плавание Либо вот на скорости Кто первый Вот прям Я бы мне кажется Там была С большой спиной Но спортсменка была бы Очень круто Очень круто Да не спина Это красиво Красиво Ну что Давай еще поговорим с тобой Про твои увлечения Увлечения тобой Я зачитал про тебя Информацию в интернете И ты там Не знаю насколько это правда Но рассказывала Что иногда поклонники Оставляют подарки Около двери у тебя Да Опа Глаза куда это закатило Бывают Ничего себе Нет Для меня это неприятная тема А что оставляют Мне вот даже интересно Просто Может если ты не забираешь То скажи где живешь Я приду Честно говоря Заберу Я нигде про адрес Вообще не говорю Так Но есть те Кто узнают И вот например Увидят у меня в стори Что я болею И оставят коробочку С медикаментами Ничего себе Типа выздоравливай Ого Медикаменты Это странная вещь Как подарок Честно говоря Ну да Ну то есть С одной стороны Это вроде забота Да Но это что-то крипово Как мне кажется Конечно Конечно И там то шоколадки То письма И я считаю Что это нарушение Вообще личного пространства Когда это происходит На подоконнике Например Ого Вот Либо залазят на балкон И я считаю Серьезно Да Бывало и такое Ну стоп Уже делаю выводы Что ты не на 30 этаже живешь Нет Да Странно Чел карабкается Там уже три дня К тебе Да Это ужасно И я вот прям Ну ладно Настаиваю на том Чтобы этого не делали Потому что это страшно Это стрёмно Хорошо Все Оператору скажу Понял да Больше не приноси Ну что А мы пока продолжаем Ребят Впереди еще много хорошей музыки И конечно Много замечательного общения Никуда не уходим Нюты Вот она у нас Здесь красивая Хорошая Открытая Замечательная Добрая Всем привет Это все про нее Вот Ну что Давай с тобой поговорим Про то Что Я опять же Вычитала в интернете Про тебя Там Ты рассказывала Про личную жизнь Наверное И не рассказывала И говорила о том Что мужчина Должен быть Значительно старше У меня поменялось мнение Да Теперь значительно младше Да нет На самом деле Вообще все равно Да Да Может быть даже И на несколько лет Помладше Вот бывают Парни Они младше Да Ну на 2-3 года Но они умнее мозгами Да мне кажется Это общий вайп Самое главное Вот такое Не знаю Общий уровень И это если совпадает Все Все кажется Потому что менее требовательным Потом становишься Со временем Вот Но у тебя была такая Была такая точка зрения Да Была Но не было такого опыта А Не получилось Такое Не мое Я просто подумала Что у меня был Не очень хороший опыт Скажем С верстником И поэтому я подумала Ну блин Моего возраста Как-то Ну видать не подходит Наверное должен Постарше Поумнее быть Но это так не работает То есть это либо Человек мудрый Либо он не мудрый Да Либо Ну мне кажется В общем сложно искать Свою вторую половину А ты об этом говоришь Или не говоришь Про свою личную жизнь Ну в целом Могу Смотря что Что ну Так Есть Нет Вот Все поговорили Все Да Закрыли Вот и пообщались Вот Ну давай мы с тобой Поиграем Тогда в игрушечку Еще про личную жизнь Может что-то и прозвучит Ну что Игрушка очень простая Она называется Жим или жим-жим В чем ее суть И особенность Я задаю тебе вопросики Это по сути слабо-не слабо Я задаю тебе вопросики И ты такая Если готова на это Тогда говоришь Жим Как в спортзале Если не готова То жим-жим Жим-жим Да Как переживаешь Волгаешься Ну что Три-четыре Поехали Да Поехали Итак Ну что ж Сделать кавер на тракронеток Жим-жим Не готова Нет Снется в ню Ты же ню-то Жим Опа Вот это даже Ничего себе Между этими вопросами Какая разница оказывается Да Все Так Очень громко Крикнуть прямо сейчас Жим Давай И правда Может Согласиться на свидание Вслепую Жим-жим Поцеловаться на первом свидании Смотря кто Жим Это можно Главное не вслепую Да Рассказать Сколько зарабатываешь На новогоднем корпоративе Жим-жим Ребят Я пытался Да Поцеловаться на первом свидании Не слабо Не Подожди Не слабо Да Да Ты сказала Жим Можно Можно Если парень нравится Да Ну что терпеть Химия Почему нет Что ждать Мучиться Хочешь поцеловаться Да Что луси Все Я тоже так думаю И сняться в ню Ты в целом Да Почему нет У тебя был опыт Я думаю Что да Был Что думаешь Ты знаешь Ты либо знаешь Или не знаешь Да Был я думаю У меня были такие фотосессии Достаточно такое вот на грани Что-то И я не могу сказать Что я себя Мне казалось Что я буду бояться Но я себя достаточно Комфортно чувствую Вот все зависит от того Как ты свое Мне кажется Тело воспринимаешь Да То есть если ты Как ты знаешь Что это какое-то творчество И что-то какое-то искусство То ты Как к материалу Относишься К себе Немножко Актер Вот Ну я тоже думаю В этом ничего такого Но поделиться этим Запрет Нет У меня есть фотки Ой-ой-ой Запрещено Грамме Да Не понимаю Чем ты Нет Вконтакте Да Вот Вконтакте есть Но мне кажется Вот не вконтакте Я видел у тебя Такое Как бы Ну там что-то Да Что-то есть Что-то есть, ребята Так Но кавер ты не захотела Нет Ну что Почему нет За много денег Нет Нет? Точно Это все закрыто Для тебя дверь Мне кажется Если я спою Это мне придется заплатить Много денег Ой Там какие-то видимо Ну конечно Ну и смысл какой Мы же в группе пели Правильно А я одна Ну мало ли Ну нет Захотела бы Да Почитал про тебя в интернете Что ты тут Несколько дней назад Выступала с лекцией Да Вот так она звучала Ничего себе Как написать песню Чтобы она стала хитом Вот это Вот добрый вечер Вот давай-ка отвечай Потому что для меня Честно говоря Это звучит как будто Зазовлекалово Зазовлекалово Потому что невозможно Придумать песню Чтобы она точно Стала хитом Нет Можно? Я считаю Что Там просто Это само Как это называется Само название Да Завлекает Но Я считаю Что ты никогда Не предугадаешь Никогда? Никогда И это может Та песня Которая тебе не нравится Она может стать Случайным образом Хитом Поэтому В этом нет Какого-то И причем Не сразу даже Может там через год Через два Вот сейчас Как зацелель Да Вот моя мармеладная Она в целом была хитом Но сейчас она просто Бомбанула на весь мир Кто знал Еще раз Кто знал Что такое может произойти Ну вот Силу соцсетей Силу соцсетей Тебе нравится вести соцсети? В целом Да Но По настроению Конечно Так это плохо Да Соцсети Они не ждут Там по настроению Там каждый день Надо контент подавать Мне больше нравится В студии сидеть И песенки писать Вот А это тоже по настроению Согласна? Даже песенки писать По настроению? Но это Как-то Больше времени Этому посвящаю Чем Соцсетям Смотри Тогда такой вопрос Если ты И там по настроению И тут по настроению То как делать Не по настроению? Как можно перебороть себя И сказать Надо Я думаю Что Перебарывать себя Не нужно Просто нужно Заниматься Реально Своим любимым делом И это настроение Будет периодически Чаще Как бы Приходить Чаще появляться Но иногда Нужно Мне кажется Я так думаю Иногда надо Потому что Ну как иначе Жизнь Не будет ждать От тебя Когда у тебя Все появится Все сойдется Тут нужно просто Подготавливаться Хочешь Хочешь Давай Давай про него Поговорим Пару словечков Где Когда Написал И вот что Это такой За трек Такой И перезагрузкой Он у тебя является Что Лили Да Это моя Вообще Просто Новая глава В жизни Я считаю Песня Не будем Да Говорить про это Не будем Лучше послушаем трек Давай ты его представишь Я жму кнопочку И мы слушаем Песня Анюта Танцуй Ну что Потанцевали Ребята Анюта Танцуй Танцуй Вот она сидит Не программирует Танцуй Танцуй И не думай Ни о чем Ни о чем Не думай Да Нюта У нас в гостях Еще раз тебе Большой привет Ну что У тебя значит И клип Да Опа Туда этот микрофон Клип Давай Рассказывай про клип Клип Снимал просто Невероятный режиссер Гоша Вишну Может быть вам Знаком такой режиссер Да Да Что мне ответить Чтобы ты хорошо Оо мне подумала В общем Этот Просто легендарный парень Снимал клипы Фараону Он В общем Мы с ним Познакомились Когда поняли Что мы на одном Просто вайбе И что нужно Двигаться вместе И Мистический Такой клип получился Очень такой Мрачноватый Но сказочный В стиле Тима Бертона Такой знаете Вот Чарльз Шоколадная фабрика Там у нас Принцессы Рапунцель Алиса В стране чудес И Белоснежка Ого Все сразу И все ты И все я Опа Какой роль тебе больше понравилась Рапунцель Она значит Обязательно посмотрите клип Просто Я видел Видел кадры Я видел кадры Оттуда у тебя же В соцсети Определенный Какой-то там У нас там Рапунцель Она была на втором этаже Волосы длиннющие Свисали Прямо до первого Черные Они не белые Они черные Почему именно Мистический клип Потому что Это не Классические образы Принцессы А именно Такие Их темные Стороны Личности Те Вот песня Она про Девушек Которые Ждут Своего Принца Мужчину Который Спасет Типа И она вся Страдает И в таких Страданиях Находится Вот у нас Большинство Песен Про Несчастливую Любовь Вот А клип Говорит о том Что нужно Не ждать Того самого Принца Что делают Большинство Принцесс В сказках А как-то Самой Себя развивать И Делать себя Счастливой А придет Человек Который будет Твой партнер По жизни А не спасатель Ну это очень Правильный Кстати подход Мы тут с тобой За психологию Шарим Немножко Не нужно Спасателей Девчонки Ждать Главное Это партнерские Взаимоотношения Это самое главное К чему стоит Стремиться Ну что А по поводу Того К чему стремишься Ты У тебя Может Планируются Релизы Какие-то Конечно А ну Рассказывай Немедленно У нас значит Мы написали Вот у меня Есть музыкальный Продюсер Даня Даниил Бабичев Вот Тоже легендарная Личность В музыкальном плане И мы вместе Написали трек Который называется Девочка снег Да И скорее всего Он выйдет уже После нового года Но кусочек звука Мы обязательно Подгрузим Да В соцсети Услышите Тоже мистика Тоже классно И Ну я прям Честно Не терпится Руки чешутся Вам показать Потому что это Что ты Не чеши Покажи 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 Ладно Покажи Ждем Ждем Обязательно Услышите Вот И Уже сейчас Скоро будем снимать Опять же визуалы Очень много чего планируется Но музыки будет много Да Что по выступлениям Есть ли у тебя Какие-то вот Скоро А выступления Конечно будут Музыка начала появляться Выступления я думаю Не за горами точно Ну значит ждем Значит ждем Ну что Спасибо большое Что пришла Классно Поболтали Спасибо большое Хорошка Тут добавить Это даже нечего Это взаимно Да Ну что ж Срочно выключаю Тогда эфир Поговорим уже За эфиром Ребят Ну а вы Оставайтесь с нами Впереди у нас еще Конечно музыка Я с вами не прощаюсь Будем болтать И может поиграем В следующем части Что-нибудь Разыграй Пока Пока Счастливо Ди А А Счастливо Счастливо